В результате словесной перепалки в баре Чукотка, что находится в парке 28 панфиловцев Алматы, трое молодых людей, Александр Кузнецов, а также два друга, Евгений Фролов и Сырый Муроткалиев, продолжили разборки на улице. Их туда отправили охранники бара. А вот что произошло дальше, остается предметом очень оживленных и даже ожесточенных дискуссий в интернете до сих пор. Итак, по первоначальной версии, которая даже была подтверждена первыми показаниями Фролова, Муроткалиев, будучи в состоянии средней степени обвинения, вынул нож, началась драка. Кузнецов, будучи выше и просто физически сильнее, смог перехватить нож и нанести в ответ Муроткалиеву несколько ударов кулаком в лицо. Срым упал на асфальт, после чего скончался. Причем, как установила первая экспертиза, умер Муроткалиев не от нанесенных Кузнецовым ударов, а от падения на асфальт. Это важная деталь. Схватил меня за отворот куртки, а не куртки, футболки, а футболки был. Он схватил меня за одежду и как бы попытался пырнуть, но у него бы это получилось, я просто рукой поймал нож, вот у меня как-то, раны. Покажите палец. Вот. Подожди. Палец, подожди, подожди. Вот, я рукой поймал нож, и как бы правой, левой рукой я его схватил и оттолкнул на расстоянии вытянутой руки, и правой рукой я начал наносить удары. Покажите, как нож. Нож упал, да? Нет, нож у него был в руке, я вот так вот как-то заблокировал нож, потом вот так вот его схватило, и вот стал наносить вот такие вот удары. Я ударил его раза, ну, наверное, 3-4, потом он свалился. Покажите, как он. Ударил, когда в определенный момент он упал, и он упал прям плашмяк головой ударился. Вот. Ну, да, это, наверное, блогер здесь. Вот. Прям в тот момент, когда он упал плашмяк головой ударился, в этот момент подбежал второй вот этот, Женя, и стал тоже, ну, пытаться со мной драться. Я тоже нанес ему несколько ударов. Я, честно говоря, не помню, как я его бил вообще абсолютно. Я просто помню, что в конце концов, ну, когда он ко мне подбежал, я его схватил за шею, сделал ему подножку, повалил его на землю и говорю, все, лежи, короче, не дергайся. Он лежал. Вот. Потом я посмотрел на вот этого парня, который первый, который в крови, и что? Азиатска. Да, на парню азиатской национальности. Увидел, что, ну, как бы, кровью много, и что он лежит так, не двигается. Я провел у него перед лицом, почувствовал, что, ну, как бы, дыхание очень слабое. И побежал к входу к клубу, ну, вот, примерно вот к этому ограждению, кричать, чтобы люди вызвались скоро. Вот. Потом я, как бы, обернулся, я вспомнил, что здесь нож лежит, и увидел, что этот парень встает. Ну, нож у него лежал. Он в правой руке был, и, как бы, он упал, и нож у него рядом с ногой лежал. И он видел, что это Женя через него перелазит, пытается взять нож. Я со всего разбегу, как бы, подбежал сюда, ударил этого Женя, он, как бы, сел на задницу, а сам забрал нож, положил себе в карман, вот, чтобы он не мог им повторно воспользоваться, чтобы меня все-таки не прирезали. И после этого, когда уже, как бы, он обезвреженный здесь сидел, и стали собираться люди, я уже, у меня в ходе вот этой потасовки у меня выпал сотовый телефон, я не мог вызвать скорую. Но я позвал людей, чтобы они вызвали скорую, они мне оставили свой номер, согласились бы с свидетелями, что я их, да, я действительно попросил их вызвать скорую. Также эти люди видели, что я оказывал этому человеку первую помощь, то есть я увидел, что у него пузырится кровь, я его положил на бок, чтобы он не заглебнулся в собственной крови. Я пытался ему делать прямой массаж груди, ну, что-то типа искусственного дыхания я ему делал, тоже вот так руками, сжимая-разжимая легкие, чтобы он отхаркивал кровь, вот. Первое судебное разбирательство закончилось тем, что Кузнецову назначили полтора года тюрьмы за убийство по неосторожности, хотя защита настаивала на квалификации инцидента, как применение необходимой самообороны. Примечательно, что обе стороны потребовали пересмотра дела. Причем, как отмечал адвокат потерпевшей стороны Лариса Романова, родственники Муроткалиева были согласны с таким приговором, но решились на продолжение разбирательства из-за поднявшейся в социальных сетях информационной волны с требованием об изохлаждении Кузнецова из-под следствия. Также нужно напомнить, что сторона Муроткалиева изначально потребовала от подозреваемого 19 миллионов тенге в качестве моральной и материальной компенсации, а также три квартиры, две двухкомнатные и одну трехкомнатную, и два внедорожника. Потом, правда, от этих требований родные Муроткалиева отказались. Под сомнение поставили причину смерти Муроткалиева, провели вторую экспертизу с эксгумацией тела, которая полностью подтвердила заключение первой. Но на этом не остановились, провели третью. Ее делали уже эксперты из Талдугургана, которые как раз нашли нестыковки. Точнее, установили детали, которые поначалу почему-то были упущены. Важный свидетель Евгений Фролов, которому изначально угрожал наказание по статье «Хулиганство», так как он был участником драки, дважды менял свои показания. Если изначально он подтвердил, что именно они с Муроткалиевым были инициаторами драки, и он также подтвердил, что у Сырыма в руках был нож, то затем от своих слов он полностью отказался, заявив, что это именно Кузнецов был провокатором, а какой предмет был в руке погибшего, он якобы не видел. Также суд отклонил предложение стороны Кузнецова о проведении очной ставки с изменившим свои показания Фроловым с привлечением детектора лжи. Почему отказал, неизвестно. Суд второй инстанции отменил изначально приговор о полутора годах тюрьмы и назначил Кузнецову 8 лет. Мы позволим себе высказать субъективное резюме по этой истории. В то, что Кузнецова насильно вывели из Чукотки и заставили драться с Муроткалиевым и Фроловым, мы не верим. Нам кажется, что словесная перепалка в клубе имела место, и обе стороны осознанно вышли на улицу выяснять отношения. То есть на драку вполне настраивались все участники конфликта. Кузнецов и правду разминался перед выходом из клуба, и это было заметно. Физически он парень крупной, силой не обделённый. Пытался ли Муроткалиев нивелировать преимущество Кузнецова своим ножом? Да, нам кажется, это скорее правда. Если словам самого Кузнецова и Фролова, который менял показания несколько раз в данном случае, не может быть веры, то о том, что у Муроткалиева есть нож, слышали люди, не только друзья Кузнецова, но к месту драки не подходили, так как их отозвал сам Кузнецов. Да, они могут быть заинтересованы стороной, и их показания к делу именно поэтому не были приобщены. Но ведь слова свои «они», в отличие от Фролова, не меняли, как сразу, так и потом. Почему показаниям Фролова поверили, а им нет? Нож был, и этот нож, скорее всего, был в руках Муроткалиева. Помните того свидетеля, который чинил нож Муроткалиева? Если допустить, что он не врет, а зачем ему врать, непонятно, тем более в суде, понимая, какая за это может быть ответственность, то все становится более или менее ясным. Нож, скорее всего, вытащил Муроткалиев, а значит, он был неправ, и юридический суд должен быть на стороне человека, который от ножа защищался. Мог ли Кузнецов избежать драки? Да, мог. В такой ситуации драки избежать мог кто угодно, тем более, что он был трезвым, а Муроткалиев пьяным. Это было бы не по-мужски, но это было бы правильно. Он бы выставил себя трусом, но избежал бы последствий. Обе стороны, безусловно, настаивая на своей правоте, скучают краски. Сам Кузнецов себя считает жертвой, применившей силу по необходимости, а стара Муроткалиева старается еще сильнее, выставляя Кузнецова человеком, который осознанно лишил другого жизни. Слишком много вопросов и слишком много эмоций. В этом сюжете мы осознанно не понимали национальный вопрос, хотя в том деле в публичной сфере он очень активно муссировался. Но если сюда приплетать еще и это, дело может не закончиться никогда.